Российский центр науки и культуры находится в центре города. Ну, я смотрел, он где-то между Триумфальной аркой и Эйфелевой башней. Как раз там этот, Электроглиго, по-моему, да, рядом там? Да, да, там рядом посольство Российской Федерации. А у нас, я так понимаю, что прямой эфир идет? Непрерывный. Ну, я так, буду все подряд снимать просто. Ну, а потом спонсируете? Да, конечно. Если я буду ругаться матом, когда меня будут подрезать, вы, пожалуйста, это не показывайте. Вот эта девушка импульсивная. В общем, доехали мы наконец-то со всякими проблемами. За девушками рейсом. Так вот, эти катакомбы реально существуют в Парижем. Их длина составляет 40 километров в руку. И когда чума была, ну, в Европе была чума, туда сбрасывали просто в эти катакомбы всех погибших, ну, умерших от чумы. Итак, сейчас мы въезжаем в Российский центр науки и культуры. Добрый день. Здравствуйте. Прямо, это, нездоровывается со мной. Так. Не запрещена съемка? А, просто не надо. Я библиотека. В смысле, вас не надо или вообще не надо? Нет, не нас не надо. Вот мы разбираем сувениры из Петербурга. Вот книжки. Самое главное, книжки надо красиво ставить. Вот так, да? Сейчас поставим книжки красиво. А где крышка уральского люка? Вот эта? Ну, я тоже подумал, как мы крышку повезем. Судя по весу, там крышки не было. Ну, да, не было крышки. Давайте, пошел магнит с кружками вставить. Ну, вот эти интересные. Другие. Ну, ладно. Почти как Париж, да? А вот сено, видите? Здравствуйте. Спасибо. 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 Субтитры. Спасибо. 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 Это наследники какого-то моряка. Они все говорят по-русски, все поколения говорят по-русски. Там мы сейчас нашли двух женщин. Одну из них 100 лет исполнилось в июле месяце, а вторую исполнилось 96 лет. И она прапрапнучка архиепископа Николая II. Он послал ее прапрапрадеда служить в эстонский приход. И когда она там только родилась, началась гражданская война. У нее было четверо братьев, они воевали на стороне царской армии. Трою убили, один сбежал в Париж, а потом перетащил всех. И деда ее тоже любит этого прадеда. И она говорит по-русски великолепно. Мы сейчас шерства над ними взяли, периодически к ним приезжали или какие-то свои культурные мероприятия. И когда я спросила, я говорю, так вы из Талина? Она говорит, нет, я русская. Я говорю, подождите, Таллин это эстония. Нет, я русская, я из Твери. Но мой прапрадед был архиепископом таллинским. То есть две женщины, которые потомки белых иммигрантов. Я одна жила 70 лет, не выезжая из ревниона, а так 50. А 60 человек это это поколение? Нет, есть и девочки. Это уже последние годы? Это нет, на самом деле. На ревнионе есть девушки, женщины, которые живут 15 лет на ревнионе. И на ревнионе на самом деле даже нас не приглашали. Вот это не мы были писателем. Сейчас на ревнионе проводится год российской культуры. Идиотеки ревниона сами приглашают каких-то писателей, переводят книги, покупают, делают фильмы. И то есть на самом деле консерватория ревниона проводила в прошлом году парады вечера русской музыки. И Кофьева, Чайковского тоже нас приглашали. Причем они в зале сделали холод такой 16 градусов. Я говорю, вы специально сделали что-то с Россией? Была аналогия. То есть ревнион на самом деле очень любит Россию. Нельзя сказать, у них нет такого вопроса, что там в России творится. Они все знают, они все следят за новостями. Очень много, порядка 40 человек посетили чемпионат мира в России. Причем они проехали много городов, очень много ревнионцев путешествуют в Россию. Они постоянно обращались к нам. Они просто... В футболе реалии? Они, конечно, по основной. Чемпион мира я понимаю, кто он. Нет, подождите. Подождите, с 9 поэт. Кто? Ревнионец. Еще два игрока. На ревнионе 33 футбольных дивизиона. Это запасные игроки сборной Франции. Туда все приезжают. Но ревнион, на самом деле, несмотря на то, что это вот такой далекий, кажется, для нас остров, да, начинаешь копать, и у них все неразрывно связано. Очень много всего. Самую красивую мечеть острова построил русский архитектор Владимир Фризель. А в центре города сам он ее построил в 60-х годах, в председательстве, потомок русских эмигрантов. А в центре города мы открыли 5 лет назад, 4 года назад, памятник Владимиру... Это его мечеть просто построили. Он построил мечеть именно. А памятник Владимиру Срамятникову, это тот, который придумал стыковочные узлы космических кораблей, которыми пользуются сих пор. И его сейчас остров в нашем сети был сын Павел Виноградов, посетил его, который... Павел Виноградов – это космонавт, который с воздуха, с космоса фотографировал именно Ревнион. И Ревнионские совместно с российскими поэтами писали книгу и выпустили эту книгу. Эта книга заняла первое место там по фотоальбому в прошлом году. Вот поэтому у нас... Ну и плюс, конечно, у нас дочерняя компания «Лукойл» сейчас открывает топливный портинг. Мы будем пользоваться. Павел Виноградов – это бензиновый портинг. Я не знаю, как у Бога меня сегодня претермируют. Знаете, у меня тоже. Я каждый день, когда я говорю, я очень серьезно. То есть у меня на машине, когда я жила в регионе, у меня российский большой герб сел. И они все считали, что я почетный баланс. Я говорю, нет, нет, я просто его люблю. Вам немножко осталось, что так все это представляет. Я переехала в Гургунди, на самом деле. Я вам рекомендую. У нас есть рекомендации. И они со мной все говорят по-русски. Они говорят... То есть они спрашивают маршруты. Они... Овцами все знают. Мы им даем маршруты, какие-то рекомендации. Очень много религионцев посещают Россию. Ежемесячно. На следующий год у нас уже очень много. То есть они любят. У нас русские вечеринки, мы делаем, например, я говорю. Девочки, у нас 60 человек, мы завтраком, причем блины, и выставляем. Нам там в ресторан, в Толе Океана, и каждая приносит по 50 блинов, венки, русские народные песни у нас. И у нас собираются полуострова. То есть у нас нам не надо их задаскивать как-то, что вот приходите к нам. У нас всегда, даже вот в зале 100-150 мест, у нас 500 человек хочется есть приходить. То есть они очень любят. Самое главное, у нас есть группа монушки, называются, они абсолютные креолы темного, то есть креолы. Они поют на чистой русском языке. Калинка, малинка. Они любят нашу. Нет, они не знают, это жирно. То есть я когда сидела, и они пели у них креолка, которая в СССР, она заканчивала, даже не заканчивала, а стажировала в СССР. И когда они запели «Подмосковная ветчина», они, конечно, приехали, думали, что там могут спеть островитяне, да? И когда на чистом русском, вот на таким звонком, хрустальным голосом, мы сидели, у нас все слезы запели. Вот, вот. Киевским концертом. Да, да, нет, она, на самом деле, вот на чистом русском они поют, очень хорошо поют, такие концерты, я надеюсь, что все действия. Вот, Гарри, вы выбрали у меня секрет. Так это только первый секрет, который он... Да, у нас еще... С учетом, потому что это 26-го числа, так и, представляете, как... Да, ну, на самом деле, религион я всем рекомендую посетить, потому что просто это красивое место, очень красивое. И там очень много, вот с Россией очень много связанных. И сейчас же нам министерство представительства мастерства Екатеринбурга, они нам прислали тоже какие-то архивные документы, какой-то религионец, какой-то потомок семьи переписывался, вот там с какими-то тоже графьями из Екатеринбурга. То есть это все тесно переплетено, а еще есть какой-то... какой-то Майсланте, какой-то священник, мне кажется, который плыл на русском корабле, который был потоплен на берегах Мадагаскара, но он на досках до 800 километров добрался до Реуниона, где его выходили, и он купил ему в награду, вернее, Реунионсам, которые вы выходили, в награду подарили участок земли где-то в России. И они даже писали письмо туда, и в России им ответил, и в Министерстве наставных дел, я не знаю, кто ответил, приезжайте, строитесь, не готовы вас принять. Самое интересное, что там еще живет, ну вот он уже, то есть в длительное время находится в таком плохом состоянии, к сожалению, я не помню его имя даже, его зовут Борис, а вот фамилию я все время забывала. Он прямой потом Кушкин, и он тоже, да, он русский, а потом он прямой потом Кушкин, то есть у него своя книга про него, все знают, и так далее, и так далее. Семьянский, еще после того, как мы видели заметки, что вы показали, какие впечатления? Все это мы на Ютубе каждый день будем выкладывать, естественно, Ютуб, Инстаграм, Фейсбук, Амикали Франков, Безда ли Религион, ну я вам пришлю все ссылки. Вот, у нас есть специальная группа, которую мы создали специально для этой поездки, как она готовилась, эта поездка в течение двух лет, как вообще Сергей Сергеевич узнал про наш остров. Эта группа называется «Доброта спасет мир», поэтому мы бы и хотели, чтобы этот проект как-то не останавливался. Мне бы, конечно, вообще хотелось, чтобы мы сегодня с этими часами продолжали общаться, но по электронной почте, мы с данными, не знаю, созваниваться, будете какие-то плавные связанные с вами, пожалуйста, тоже давайте нам знали, мы обязательно обязательно знать о вашем приезде, помочь, там организовать, повозить, порассказывать. Тут, на самом деле, конечно, были помощи, конечно, обязательно с вашими 60-ми девушками, но с всех у вас на категории обязательно надо общаться. Я даже, честно говоря, хотел бы, у вас наверняка какой-то есть, да, это как-то в электронной версии есть, то, что точно вы занимаетесь, сайты, что-то так. Мы есть, если бы избежать. Хорошо, мне надо обязательно обменяться, зацепиться. Я вам всего хочу. Можно следить за всеми вашими событиями. В те времена, я все-таки уже почти 70 лет. Перестаньте, никогда бы не сказал. Вообще бы не сказал. И, значит, то есть мы, когда нам было, мы были молоды, то есть когда мне было 15-20 лет, там страна все-таки была закрыта, правда, мы знали, что мы никогда туда не поедем. И зачем нам вообще говорить по-русски, оставаться русским? Но родители нас воспитывали и говорили, что нет, когда-то Россия как-то воспрянет духом, она освободится, станет свободной. Но мы уже абсолютно не верили в это. Съездил в Россию в 78-м году, работал в Советский Союз, и вот, ну, я все, в общем, видел, как было там положение. Были хорошие впечатления, но все-таки я все-таки, когда я приехал, значит, первый раз в аэропорт, и когда я видел, ко мне подошел носильщик и сказал, вы хотите вам помочь, и сказал, это по-русски, я думаю, замечательно, они все здесь хорошо говорят по-русски. Так что, когда я позвонил моему отцу, говорили, ты знаешь, даже носильщики говорят по-русски. Да, нет, это... Вот, видите, интересно, мне недавно позвонили из местного волейбольного клуба, сказали, что он основан чуть ли еще не потомками белгвардецев, даже не самими, это где-то в 20-х годах, он здесь просто существует, этот волейбольный клуб здесь во Франции? Конечно, русский клоны. Они сказали, что витязы? Да, 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 там молодые, они все цифрые участвуют в этой организации. Тогда она продолжает, у нас большой лагерь в Альпах, в Негода, в замечательном месте, и вот уже 80 лет мы проводим лагер, в ноября две смены. Извините, мы решили, что если ехать, ехать всем вместе, и опаздывать, и опаздывать всем вместе. Игорь Анатスович, здесь в 200 км не ехать до машины, мы машину поставим сейчас и похоже одно и поехали, может быть? Видите, вот режим, для них больше будут все прессы. Ну, собственно говоря, тогда что, давайте, вы можете сказать, Сергей Сергеевич, ладно тогда что.